Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачева, Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. В республике продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Эндокринологи советуют прививаться гражданам, страдающим с сахарным диабетом. Зона риска у этих людей самая повышенная. Свой 95-летний юбилей отпраздновал аул Кошхабль. Дворец культуры радушно распахнул свои двери перед гостями и жителями аула. Их ждали спортивных состязаний и праздничный концерт. Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии. В Домбай прошла 8-я международная научно-практическая конференция, в которой приняли участие ученые России и зарубежья. А теперь да, принимают у себя дзюдоистов. Спортсмены из школы Олимпийского резерва страны тренируются и укрепляют свое здоровье в одном из лучших бальнеологических курортов России. Сегодня Карачао-Черкесию посетили члены Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Они приняли участие в торжественном открытии памятника военнослужащим погибшим при исполнении служебного долга. Также на мероприятии представители Комитета по обороне и безопасности вручили грамоту и памятный подарок Аслану Акбаеву. Напомним, 8-летний житель села Чапаевского спас четырехлетнего малыша, который упал в яму с водой. Юного героя лично поблагодарил председатель Комитета Виктор Бондарев за смелый поступок, который стал примером для многих людей. Более 100 тысяч жителей Республики уже завершили оба этапа вакцинации. Сегодня в Республиканском однокоринологическом диспансере рассказали о необходимости вакцинации граждан, страдающих с сахарным диабетом. Зона риска у этих людей самая повышенная из-за двойного удара по организму. От сочетания диабета, лишнего веса и повышенного артериального удаления увеличивают риски в пять раз. Врачи убеждены, что для непривитых диабетиков риск подхватить коронавирус, перенести его в тяжелой форме и получить ряд осложнений намного страшнее всех потенциальных рисков от прививки. Напомним, на сегодняшний день в Карачаево-Черкесии можно привиться четырьмя вакцинами на выбор. Спутник ВИС, спутник ЛАЙД, Эпивак Корона и Ковивак. Каждый десятый пациент в госпитале, в ковидном госпитале, является пациентом с сахарным диабетом. А смертность по данным регистра сахарного диабета России является 15,2% летальности у наших пациентов. Это связано с некомпенсированным диабетом, с высокими больными, в основном с высокими сахарами, с тяжелым течением заболевания. И вот такая высокая летальность. В связи с этим эксперты нашего эндокринологического национального научного центра эндокринологии рекомендуют вакцинацию против ковид-19. Вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекции. С начала пандемии общее количество заболевших составило 25 348 человек. Из них 22 526 выздоровели. 695 человек госпитализированы. В Черкесске раньше сроков включат отопление в детских садах, в образовательных учреждениях и медицинских организациях. Тепло начали запускать постепенно, поскольку процесс медленный и все объекты одновременно подключить невозможно. По словам сотрудников мэрии, сегодня подача отопления в соответствующие объекты завершилось. В Карачаево-Черкесии уже вторую неделю практически каждый день идут дожди. Температура воздуха не поднимается выше 15 градусов. И сейчас время прогноза погоды. Слово нашим синоптикам. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 3-8, в горах минус 2, плюс 3, а днем 9-14 выше нуля и местами до плюс 8. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем небольшой дождь. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Днем будут порывы до 11-14. Температура ночью 6-8, а днем 11-13 градусов тепла. Существует множество способов сделать предложение. Но главное, что вы решились. Саша? 5-8-5 золотой. Тысячи причин услышать «Да». Скоро в школу классные столы по классным ценам. Весь сентябрь от мебели белорусской. Ждем вас. Это «Большие вести». В прямом эфире мы продолжаем. Аул Кошхабль отпраздновал 95-летний юбилей. Торжества прошли во Дворце культуры, который стал в этот день гостевым домом. Он радушно распахнул свои двери перед гостями и жителями аула. Зарема Корданова расскажет подробнее. Торжества прошли во Дворце культуры, который стал в этот день гостевым домом, как издавна принято у черкесов. Он радушно распахнул свои объятия перед гостями и жителями аула. Их было в этот день особенно много. Радость встречи сопровождалась поздравлениями от официальных лиц республики и района. День рождения аула – это праздник тех, кто здесь родился и вырос. Тех, чьим трудом оно развивалось все последние годы. И тех, кому еще только предстоит перенять эстафету ответственности за его судьбу. Успехи и достижения сегодня – это заслуга нескольких поколений, пронесших любовь и преданность аулу через всю жизнь. Аул Кошкабль славится своими тружениками, спортсменами, великими людьми, которые всегда созидали на развитии района, аула, республики. Многие из них стали заслуженными людьми. Дай, чтобы в Ауле продолжалась эта прекрасная традиция. Росли новые молодые таланты, которыми мог гордиться наш народ, наш район, республика. Прошлое было представлено старинными фотоснимками об истории многочисленных передовиков сельскохозяйственного производства разных лет, деятелей науки, культуры и спорта. Населенный пункт был основан в 1925 году переселенцами из аулата Жукинские, ныне Зиюка. Название Кошкабль в переводе с черкесского означает «качующий аул». Одним из инициаторов переселения в 20-х годах прошлого столетия был зажиточный аульчанин, сын крупного животного доселения от Ажукинская, Хаджиумар Думанишев, который решил вопрос о выделении земли и начале переселения в Тифлисе. Ему было предложено занять пустующие земли в районе хутора Фроловский, поселка Заречный и аула Кошкабль. После получения официальной бумаги Хаджиумар Думанишев созвал совет старейшин и было решено поселиться ближе к Атажукинскому, где остаются родные и близкие. И первым, кто вбил кол в земельном наделе, был сам Хаджиумар вместе с другими селянами из рода Баловых, Моловых, Абедоковых, Кардановых, Парануковых, Кундуховых и других. Оттуда и начинается история сегодняшнего Кошкабля. Массовое переселение продолжилось в следующем, в 1926 году. С той далекой поры прошло более 95 лет. Народы разных наций, люди славные, живут и трудятся единою семьей. В рамках празднования состоялись и спортивные соревнования. Любители лошадей кабардинской породы пришли со своими питомцами, за которыми восхищенно следили все жители аула. Также всех порадовали выступления творческих коллективов и солистов Хабецкого района, среди которых были совсем юные исполнители и известный певец кавказской эстрады Руслан Агоев. Радостная музыка еще долго была слышна над небом аула, где витал аппетитный аромат свежеиспеченных халифа вместе с дымком от костра и вареного мяса. В Дамбай прошла восьмая международная научно-практическая конференция «Тенгирианство и эпическое наследие народов Евразии. Истоки и современность». Организаторой конференции выступил Международный фонд исследования «Тенгри» и туристический комплекс «Старый Дамбай». Что такое «Тенгрианство» и о чем говорили ученые, расскажет Мурад Жанкёзов. «Тенгрианство» — древняя вера народов, проживающих на огромной территории, от Китая и Монголии до Казахстана и Ирана, появившаяся задолго до буддизма, христианства и ислама. Еще недавно считалось, что это умершая религия. В основе этой древней веры — культ поклонения Творцу, сотворившему все живое и неживое в нашем мире вечному синему небу. В рамках работы конференции ученые из России, Казахстана, Болгарии, Кыргызстана, Пакистана поделились опытом и результатами научных исследований, проводились пленарные заседания, работали тематические столы, а для тех, кто не смог приехать, предоставили возможность участия в режиме онлайн. Выступления ученых были посвящены вере в тенгрии, религиозному учению, тенгризму. Именно на концептах тенгризма обусловились развитие государственной идеологии и появление древних евразийских военно-политических союзов, империй, а в целом и всей евразийской цивилизации. Каждая религия старается, чтобы она получила верховенство, однако, может быть, это не самый разумный путь поведения человечества. И наши конференции этими занимаются. Таким образом, может быть, мы найдем путь к единению современного человечества. Мы просто сегодня перебрасываем мостик от нашего сегодняшнего ислама к нашему тенгриянству. И мы замечаем, обнаруживаем просто уникальные такие связи между исламом и тенгриянством. Почему наши народы так легко приняли ислам? Только потому, что все то, что было наработано нашими предками во времена тенгриянства, это все абсолютным образом ложится на почву ислама. Участники конференции, подводя итоги, решили в связи с актуальностью темы и ее интегрирующие роли среди евразийских народов рассмотреть возможность проведения подобных научно-практических конференций не раз в два года, как было раньше, а ежегодно и в самых разных частях света. Мурат Женкюзов, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Домбай. Если допинг, то от природы ее чистого воздуха. Его вдыхают на тренировках к тибердет дзюдоисты школы Олимпийского резерва. О том, на какой результат рассчитывают спортсмены в процессе спортивной подготовки в горах и как они себя чувствуют в курортном городе, расскажет Альбина Ламкова. Спортивная подготовка в горах является одним из основных тренировочных средств, используемых в процессе подготовки дзюдоистов на выносливость. Тиберда считается одним из лучших бальнеологических курортов России. Чистый горный воздух, обогащенный фитоцитами хвойного леса и свежестью природных родников, действительно способен надолго зарядить бодростью спортсменов. Уверен самый успешный тренер под дзюдо на просторах бывшего эсера и России, главный тренер Центра Олимпийской подготовки в Челябинске Александр Евгеньевич Миллер. Его ученики ежегодно стоят на международных пьедесталах с медалями на груди. Мы давно облюбовали Карачаево-Черкесию, особенно Донбай. Мы много лет уже готовимся. Это на предварительных сборах. Здесь мы набираем природный допинг. После Олимпийских игр это первая подготовка к чемпионату для нового цикла, говорит знаменитый наставник Александр Миллер. По результатам соревнований будет дан старт к формированию новой команды на Олимпиаду в Париже. Спортсмены, занимающиеся в Тиберде, состоят из сплава молодости и мастерства. Так говорит Александр Евгеньевич о своих учениках. На этом сборе присутствует Ирина Цаидов. Он заслуженный мастер спорта. Сейчас только что закончился первенство России до 23 лет. Призером страны стал Арафат Баташев. И вот основная ставка на чемпионате страны у нас на этих двух спортсменов. Остальные ребята, они выступают по юниорам и молодежный состав. Российский дзюдоист и победитель этапов Кубка мира, призер чемпионата мира Европы Ренат Цаидов, родился и вырос в республике. Живет и тренируется в Челябинске. Он хоть и родом из региона, но все же приезжая вновь на курортные места родины, получает новые эмоции и впечатления. Отлично. Условия отличные. База отличная. Питание. Отдельный плюс, наверное, поварам надо сказать. Денислан Батчаев – молодой спортсмен. Но, как и все его друзья дзюдоисты, всегда настроен на победу. В копилке его медали уже есть победы. Он стал чемпионом Европы по дзюдо. Сослан Бастанов – один из самых титулованных дзюдоистов. Обладатель многочисленных кубков и медалей. Заслуженный мастер спорта международного класса. Его учитель – заслуженный тренер России Александр Миллер. Свой опыт в мастерстве дзюдо Сослан уже передает молодым спортсменам. Первые результаты дзюдоистов от тренировок в горах будут известны совсем скоро. Альбина Ламкова, Зумарат Халкечева, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Теперь да. Таким был вторник в Карачаево-Черкесии. Прямо сейчас продолжение детективного сериала «Шуша». Приятного просмотра и ждите вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин